Дополнительные доказательства обвинения по существу дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева предъявила сторона обвинения на очередном судебном слушании, которое состоялось 12 февраля в Тверском суде Москвы. Заявление о том, что по делу будут представлены дополнительные материалы, прокуроры сделали после того, как сторона защиты представила все свои доказательства. В качестве представителя потерпевшей стороны показания по видеоконференцсвязи дал ранее судимый сотрудник правоохранительных органов, который сегодня занимает должность директора МУП Дороги Владивостока Алексей Ворошилов. Думал, что наше дело близится к развязке, а у нас здесь оказывается самая кульминация. На прошедшее заседание прокуроры в качестве свидетеля вызвали ранее судимого, гугл в помощь, бывшего исполняющего обязанности начальника оперативно-розыскной части номер 9 по борьбе с экономическими преступлениями ОВД по Приморскому краю Алексея Ворошилова. Этот человек сейчас директор МУП Дороги Владивостока. Алексей Ворошилов – директор МУП в Дороге Владивостока с 6 ноября 2018 года. Бывший майор полиции. В 2010 году Алексей Ворошилов исполнял обязанности начальника оперативно-розыскной части номер 9. Тогда его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящей должности в правоохранительных органах сроком на два года. Сообщить о факте своей судимости Тверскому суду Москвы экс-полицейский отказался. В ответ на вопрос со стороны защиты он воспользовался 51-й статьей Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. Не захотел он отвечать и на вопросы Игоря Пушкарева, касающиеся настоящей деятельности МУПа, сославшись на те же формальные основания. Вот как Алексей Ворошилов уточнил причину отказа. Игорь Сергеевич, при всем моем уважении к вам, я последние несколько месяцев как на Вулкане. Столько вопросов, столько следственных действий, поэтому извините, я не буду отвечать. Ранее судимый свидетель не смог рассказать, проводил ли он как директор предприятия аудиторские и хозяйственные проверки. Или, например, из каких средств выплачивается заработная плата сотрудникам в настоящее время. Предъявляла ли группа компаний «Восток Цемент» судебные иски о возвращении задолженности, получал ли МУП прибыль от взаимодействия с холдингах и о результатах финансовой деятельности МУП «Дороги Владивостока» в разные годы. То есть, при всем уважении ко мне, он как бы вынужден очернять меня, я должен войти в его положение. Но вы поняли, человек живет как на Вулкане, это вам не то, что три года в СИЗО сидеть. Зато Алексей Ворошилов подробно рассказал о другом. По его словам, по просьбе сотрудников ФСБ, он участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях. А именно, записал на диктофон разговор с адвокатом Владимиром Андрусенко, представлявшим ранее интересы МУП «Дороги Владивостока» в Тверском районном суде Москвы, в котором Андрусенко предлагал Ворошилову продлить договор об оказании адвокатских услуг. В соответствии со статьей 252 Уголовного кодекса Российской Федерации указаны пределы судебного разбирательства, а именно то, что оно проводится в отношении обвиняемых только в рамках предъявленных им обвинений. То, о чем сейчас говорит гособвинение, пытаясь приобщить к делу, не является предметом рассмотрения настоящего судебного заседания, не имеет никакого отношения к предмету доказывания и к подсудимым Игорю Сергеевичу Пушкареву, Андрею Вадимовичу Лушникову и Андрею Сергеевичу Пушкареву. Гособвинитель расценил эти действия адвоката как давление на руководителя МУПа, несмотря на то, что последний возглавил муниципальное предприятие, гораздо позже рассматриваемого в деле Игоря Пушкарева периода 2008-2016 годы. Сторона обвинения заявила ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела ряда доказательств, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий с участием Алексея Ворошилова, а именно протоколы выемки, стенограммы вышеуказанной аудиозаписи и другие документы. Защитники заявили протест, назвав эти доказательства недопустимыми. Тем не менее, судья в итоге поддержал сторону обвинения. Срок содержания под стражей Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову, а также домашний арест Андрею Пушкареву продлен до 26 апреля. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.